Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению или сокращенно энергоэффективность в школах. Так называется проект по бережливому использованию энергоресурсов, который реализуется в учебно-воспитательных учреждениях Беларуси с 2013 года. Проект финансируется Евросоюзом, а исполняющей организацией является программа развития Организации Объединенных Наций. В минувшем году непосредственным участником этого проекта стал Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева. Он был выбран одним из четырех пилотных объектов для реализации проектной инициативы. Цель этого проекта – повысить энергоэффективность всего комплекса учебного заведения посредством внедрения инновационных энергосберегающих технологий, что, безусловно, позволит нам иметь экономическую, скажем так, выгоду, сохранить бюджетные деньги в условиях эксплуатации учебного заведения. Не менее важной задачей стоит и то, что мы должны сегодня знать и уметь внедрять у себя на производстве, в быту, да, собственно говоря, везде, где мы есть, новое инновационное оборудование, технологии для того, чтобы сберечь ресурсы. Ресурсы нашей земли, которые, к сожалению, не бесконечны. На сегодняшний день в рамках реализации проекта выполнено 90% работ по модернизации и переоснащению здания колледжа. Окна в корпусах заменены на энергоэффективные, проведена термореновация стен, в столовой установлена новая вентиляция и приобретено энергоэффективное технологическое оборудование. На крыше здания появились гелиоколлекторы, которые собирают и концентрируют солнечную энергию. В период наибольшей солнечной активности с их помощью можно будет нагревать воду для нужд колледжа. А система рекуперации тепла позволит значительно снизить теплопотери через вентиляционную систему здания. Общая сумма стоимости объекта составляет практически 600 тысяч долларов США. Не более 60% от этой суммы будет финансироваться Европейским Союзом и не более 40% из областного бюджета Витебской области. Реализуемые мероприятия данного проекта в нашем учреждении будут содействовать повышению энергоэффективности здания в целом. Мы надеемся, что оно станет более теплее, уютнее и будет выглядеть более эстетично. А также способствовать повышению информированности наших педагогов, учащихся, родителей, а также местного населения в популяризации энергосберегающих технологий и экономии энергосберегающих ресурсов. Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева – единственная пилотная площадка в стране на базе учреждения профессионально-технического образования. Инициатива также реализуется в государственных учреждениях образования Яслисад номер 47 – город Гродно, Яслисад номер 6 – город Ашмяны и средняя школа номер 4 – Держинска. Разумно, удобно, выгодно. Так предприятиям и частным лицам предлагает решать проблему отходов отработанных масел компания «ДВЧ-менеджмент». Ежегодно в Беларуси потребляется более 100 тысяч тонн смазочных, автомобильных и индустриальных масел. Количество отходов, образующихся в результате их использования, составляет порядка 85% от их первоначального объема. А значит, в республике ежегодно образуется от 80 до 85 тысяч тонн отработанных масел. Что с ними делать дальше? Как правильно утилизировать? Этот вопрос на повестке дня руководителей предприятий, где подобные отходы образуются. Ведь отработанные масла представляют реальную угрозу для экологии и здоровья людей. Сжигают отработанные масла в котельных для получения тепловой энергии, естественно, с нарушением действующего законодательства. Используют не по назначению. То есть, представьте, один литр отработанного масла, вылитого в почву, загрязняет свыше тысячи литров грунтовых вод. А это страшно подумать, какой колоссальный урон экологии. Разумное решение такой проблемы существует. Так как отработанные масла являются ценным стратегическим сырьем, в процессе их регенерации можно получить продукты, пригодные для повторного использования. Из отработанного масла делают достаточно широкую линейку инновационной продукции, которая на 70% импортозамещаемая. Это и антиспыливатель, и антислеживатель. Это и для строительной отрасли, и для машиностроения достаточно широкий спектр инновационной продукции выпускает наше предприятие. И это всё из отработанного масла. Учитывая это, в 2012 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь подписало инвестиционный договор с компаниями МДД БелЛТД и ДВЧ Менеджмент по созданию в стране централизованной системы сбора и использования отработанных масел. Специалисты компании ДВЧ Менеджмент считают первоочередной задачей информирование руководителей и представителей предприятий, а также частников о возможности централизованного сбора и грамотного использования отходов. И как свидетельство тому, семинар в Витебске. Мы занимаемся созданием централизованной системы республиканской по сбору и переработке отработанных масел. На сегодняшний момент не все руководители хорошо информированы о возможности вторичной переработки. На сегодняшний момент отработанное масло – это ликвидный продукт, который обязательно подлежит дальнейшей переработке. Мы устанавливаем емкости по мере заинтересованности на каждое предприятие. По согласованному графику приезжает наша специализированная цистерна, откачивает отработанные масла на возмездной основе. То есть мы платим деньги за отработку и везет его в дальнейшем в завод в Минской области, в Крупке, для дальнейшей переработки. В компании ДВЧ Менеджмент полностью налажена система по сбору отработанных масел. Заключено более 2000 договоров с юридическими лицами, а также подписан договор с Белкоапсоюзом о сотрудничестве по сбору отходов у населения. В связи с чем в Витебской области уже работают два пункта сбора. Витебская городская заготовительная контора по адресу улица Ленинградская, 107, Полоцке, городская заготовительная контора, улица Сушко, 36.